Русские монахи не только появились во времена Иссихазма, они появились, собственно, гораздо раньше. И надо сказать, что монахи на Руси сыграли очень большую роль и в укреплении христианства, в распространении христианства, и главное в том, что люди поняли смысл христианства. Хотя в то же время, возможно, они и несколько исказили тот образ христианства, который предлагал Иисус. Первые русские монахи упоминаются еще при князе Владимире, но они не устраивали отдельных монастырей, как правило, они селились рядом с приходскими церквями, в избушках или келейках, как говорили. Обычно это, может быть, было до 10 человек, таких монахов, но специальных монастырей не было. Но уже после Владимира XI-XII век в это время знатные богатые люди стали строить монастыри, специальные монастыри, фактически не для монахов, а для себя, потому что они хотели иметь личных молитвенников, они туда селили монахов, обеспечивали их, и хотели, чтобы те молились за них и при жизни, и за их душу после смерти молились. Первый монастырь в полном смысле этого слова был построен Ярославом Мудрым, князем Ярославом Мудрым в 1037 году в Киеве. Это был мужской монастырь святого Георгия и женский монастырь святой Ирины. Монахи очень быстро распространились в домонгольский период, и считается, что было не менее 60 монастырей уже в домонгольский период. При этом особая роль была, конечно, Киевско-Печерского монастыря, который позже стал Киево-Печерской лаврой. Начало этому монастырю положил Антоний, считается, что это первый русский монах. Кстати, Антоний стал вообще первым монахом, египетским монахом, то Антоний египетский, Антоний Великий в IV веке, а уже в XI веке фактически его подвиг под тем же именем повторил Антоний Киевский. Антоний Киево-Печерский его иногда называют. Он в 1051 году нашел уединенное место, это, собственно, была пещера на окраине Киева, которую оставил после себя митрополит Иларион. Антоний, он жил в этой пещере, первый выкопал, хотя он не был монахом в полном смысле этого слова, то есть не в том смысле, как сегодня понимают русское монашество, не отшельником он был. Антоний поселился в этой пещере, он вообще был в Палестине, Антоний, отправился туда в Палестину, а на обратном пути из Палестины он посетил Афон, и там несколько лет прожил на Афоне, и там он, собственно, узнал очень много о монашестве, и поэтому, когда он приехал назад, вернулся назад в Киев, он по образцу Афонского монастыря организовывал себе жизнь. Но это не был сначала монастырь, это была просто жизнь одного самого Антония, но рядом появились последователи, которые стали тоже выкапывать себе пещерки, жить в этих пещерах, и это место прославилось и знанием бесов, чудесами, исцелениями, пророчествами, поэтому Киево-Печерская лавра считалась святым местом, и туда очень многие отправлялись на поклонение. Вообще, надо сказать, что домонгольское монашество, с одной стороны, показало силу христианства своей посвященностью, показало нравственную чистоту христианства, но, с другой стороны, оно создало прецедент понимания христианства как того, что существует исключительно в аскетической форме. То есть, вот это, мол, и есть настоящее христианство, такое аскетическое христианство, отшельническое христианство, а в миру христианство как будто бы не есть христианство. Это мирская жизнь, хотя формально все крещеные, все христиане, а вот настоящее христианство только в монастыре. Этот стереотип как раз создали русские монахи еще вот в этот период, XII-XIII век, но он распространен, к сожалению, до сегодняшнего часа. В монгольский период число монастырей значительно выросло, выросло потому, что были льготы от монгольских ханов, во-вторых, религиозная терпимость была, ну и особенно, конечно, эта практика поминальная, которая стала широко распространяться, и монахи как раз очень много практиковали молитв за умерших, их просили, чтобы они практиковали эти молитвы, давали им какие-то пожертвования для этого. Всего было построено не менее 150 новых пустынных монастырей и не менее 100 городских и пригородных монастырей за монгольский период. То есть это очень хороший рост был, и только уже Василий I в конце вот этого монгольского периода, великий князь Василий I начал вводить финансовое обложение церкви, а до этого церкви были свободны от всяких налогов. Очень большое влияние на Руси оказала Троицко-Сергиевская лавра. Вот здесь как бы изображение, как Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем. Возникла эта лавра в 40-х годах 16 века стараниями Сергия Радонежского. Это тоже очень удивительный человек, который с детства тяготел к такой монашеской религиозной жизни. У него еще мальчиком, когда он был, были такие желания предаваться аскезе, предаваться созерцанию. Вот религиозность очень высокая была, его настоящее имя Варфоломей. Он вообще очень плохо учился, очень трудно ему давалась какая-то грамота. Но считается, что он однажды встретил некоего старца. Вот здесь Нестеров так красиво изображает встречу будущего Сергия Радонежского со старцем. Тогда еще он не был, конечно, с Сергием Радонежским. Это был просто Варфоломей. И старец этот благословил Сергия и сказал, что он теперь будет хорошо учиться, потому что Сергий просил его, чтобы он помог ему, чтобы он помолился, чтобы Господь дал ему способность к обучению. И предание утверждает, что после этого он стал очень хорошо учиться, грамоту знал уже лучше, чем все его братья-сверстники. И он стал, собственно, основоположником Исихаста, более того, основоположником старчества. Он был хороший очень организатор, организовал много монастырей, положил начало вот этому монашескому благоустройству на Руси. И, собственно, он сформировал вот эту идею, первый начал формировать идею, так называемой Святой Руси. Эта идея Святой Руси, которая к XIX, к концу XIX века уже оформилась в виде славянофильства, появляется, собственно говоря, еще во времена Сергия Радонежского. Это конец XIV века. Надо сказать, что монастыри изменили лицо Руси. Изменили, потому что в голодные годы монастыри играли очень большую роль помощью, поддержкой. Часто, вот, известны случаи, они кормили голодных крестьян, вот, некоторые монастыри, известно, кормили до 600 нищих и обнищавших крестьян. Средства для содержания монастырей – это были пожертвования от тех, которые приходили на богомолие, и монастырские водчины, земли. Монастыри владели землями. И вот то, что они стали владеть землями, им давали бояре землю, давали, ну, богатые люди часто жертвовали землю для монастыря. И вот владение землей начало втягивать монастыри в обычный хозяйственный уклад жизни, потому что надо было землю обрабатывать, надо было там что-то выращивать, продавать, это продукты надо, то есть начинается хозяйственная деятельность. И вот эта хозяйственная деятельность, тяжбы с соседями, суды, рынки, продажи, все это, конечно, привело к тому, что возник конфликт, и очень большой, очень серьезный конфликт вообще для русского сознания, и для русской православной церкви. Это конфликт стяжателей и нестяжателей. Главная, собственно, дискуссия шла по поводу монастырского землевладения. К концу XV века на Руси появилось два таких великих подвижника, Нил Сорский и Иосиф Володский, или Иосиф Волоколамский. Представитель нестяжателей, это Нил Сорский, старец Нил, он настаивал, что монастыри не имеют права ничего иметь, они не должны иметь, ну, прежде всего, земли они не должны иметь. В смысле, ничего имелось в виду тогда земля. Что монастыри не должны владеть землей, потому что это уводит монахов от их главного назначения. Нил сам был очень отважный подвижник, очень интересная тоже личность по типу Франциска Осийского, который оставил все из богатой семьи, оставил все, пошел в монастырь, в глухом лесу, жил в полном одиночестве, предавался очень серьезной аскезии, сихазму, кстати, тоже очень большой ревнитель из сихазского движения был, и настаивал, что монастыри и монахи не могут владеть ничем, они не должны втягиваться, они должны быть свободны от всего. Все для бога. Его оппонентом был Иосиф Волоколамский или Иосиф Володский. Это тоже очень интересный человек, который предлагал другие совершенно взгляды. Если Нил Сорский был известен и своими чудесами, и своими такими аскетическими подвигами, он был основателем и игуменом Сорского монастыря, фактически это не монастырь был, это просто система отдельных хижин, таких, которые были разбросаны вдоль реки Сорка, и там, собственно, развивалось вот это скидское направление в монашестве. Сам Нил был тоже на Афоне, видел, познакомился с сихазмом, видел жизнь отшельника в Афоне, и, собственно, перенес вот афонскую практику на русскую землю. То Иосиф Волоколамский или Иосиф Володский, это был труженик, который сам очень много трудился, это современная, конечно, картина, которая изображает Иосифа Волоколамского, но она очень точно передает характер, как мне кажется, Иосифа. Это работяга, труженик, который очень много времени проводил в молитве, очень много времени проводил в организации, в работе личной, физической работе. Он тоже и основатель, и игумен монастыря Володский, но он видел монашество и монастыри совсем иначе, чем Нил Сорский. Для Иосифа монастырь – это высший класс верующих, это истинные христиане. Они не должны уходить от мира, они должны быть в мире, стоять во главе церковной жизни, они должны направлять всю общественную жизнь. И для Иосифа Володского монастырь – это осредоточение лучших сил церкви, лучшее образование, лучшая работа, лучшее богатство. Самые богатые должны быть монастыри, с точки зрения Иосифа. Вотчины самые большие должны быть у монастырей. Монастырь, с точки зрения Иосифа Володского, был стяжателем. Он так говорил, что монах должен быть не стяжателем, а монастырь должен быть стяжателем. Он должен стяжать, он должен все приобретать и как можно больше приобретать всего. Это совершенно два разных подхода к монастырской жизни. На соборе 1503 года считается, что разгорелась очень серьезная дискуссия стяжателей и не стяжателей. Закончилась она победой, и, естественно, закончилась победой Иосифлян, как говорили тогда, или стяжателей. Монастыри не отдали свои земли. Хотя на соборе принимал участие Иван III, два сына Ивана III принимали участие. Иван III, тот, которым я говорил, основатель фактически, тот, кто сделал Московскую Русь. И, конечно, он был заинтересован в том, чтобы заполучить земли монастырские. Но он не стал настаивать, и закончился этот собор фактически тем, что, ну, с точки зрения стяжания и не стяжания, тем, что победила группа стяжателей, и с этого времени официальная линия православной церкви на Руси это было стяжательство. А, кстати, Нил Сорский вообще оказался в забытии только, может быть, в конце 19-го, 20-го веке, по-моему, даже его в начале 20-го века только канонизировали как святого. Как бы его деятельность оставалась несколько в стороне. Таким образом, не стяжательство стало русским вариантом нищенствующих орденов, а стяжательством, аналогом того положения, которое имела официальная церковь на Западе, официальный западный клир. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. ТВ-семинария Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok